Хей, всем привет, друзья! Меня зовут Том, и сегодня мы находимся в Арме 3 на острове Стратис. Вот такая вот карта острова Стратис. Я уверен, кто играл в Арму 3, обязательно знает эту карту, этот остров. Ну так вот, ребят, зачем мы здесь? Зачем я сегодня снимаю Арму 3? Сегодня мы здесь не для того, чтобы воевать, увы. Ну, конечно, если вы хотите, чтобы я записывал, как мы играем, а мы играем уже... О, машина чужая проехала. Ну хорошо, вроде меня не заметили. Так, надо сваливать отсюда. Вообще, на самом деле нет. Давайте починим сначала машину. Ремонт. Рядом нет сильно поломанной техники, чинить нечего. Окей. Здесь мы, ребят, сегодня с вами не для того, чтобы воевать. Мы сегодня с вами здесь для того, чтобы найти потерянную пещеру или... Ну, то есть не потерянную пещеру, а просто скрытую от глаз пещеру. Что-то типа пасхалки на этой карте Стратиса. Вот. Вообще, как бы, когда заходишь в Арму, там всегда, всегда сначала вот как бы картинка карты, когда загрузка идет. И снизу написано, что вот там остров Стратиса, там был, там основан, или типа того, город, город Пиргас основан, там бла-бла-бла. В общем, вы понимаете, я думаю, о чем я. Ну, так вот, ребят. Однажды я заходил также с друзьями в Арму 3. Мы уже, кстати, целую неделю в нее играем, и я просто не могу от нее оторваться. Вообще не могу оторваться. Это просто шикарно. Ну, так вот. Заходили мы также в Арму 3. И было написано, что где-то на побережье острова Стратис есть пещера, в которой, в которой по древним преданиям каким-то пираты закопали сокровища. Вот, ребят. Я очень-очень загорелся прям желанием найти эту пещеру. Было это примерно дня 3-4 назад, наверное. Но, что-то как-то, не знаю, что-то как-то мы воевали, воевали. Потом Дейзет скачали сюда, вот, Брекинг-Поинт. Вот, так я и не смог, как бы, поехать и найти эту чертову пещеру. Эта чертова пещера где-то находится вот где-то вот на этом побережье. Давайте, наверное, сейчас заедем вот сюда, потому что эта дорога нас приведет вот сюда. Вот, нет, нам нужно как-нибудь спуститься на побережье сейчас. Я понимаю, что там куча камней. Я понимаю, что там будет очень-очень сложно проехать. Ну, если что, мы даже пойдем пешком. Так вот, ребят, я не знаю, что в этой пещере нас ожидает. Я думаю, будет просто очень-очень интересно. И я надеюсь, нам не придется долго-долго плыть под водой, потому что у меня, увы, нет гидрокостюма. Нет акваланга. Вау, что это, черт возьми, такое? А, это ферма убийцы, и там, там что-то только что сгорело. Окей, нам бы как-нибудь проехать вот на ту сторону, и чтобы нас не убили. Давайте попробуем это сделать. Попробуем. Да, меньше разговоров, больше дела. Поехали. Я надеюсь, что меня сейчас хорошо слышно. Так, давай. Уже слышу стрельбу. Я не знаю, по мне это или нет. Давайте как-нибудь скроемся вот здесь. И можно будет даже здесь и выйти, в принципе. Да, ребят, наверное, здесь мы выйдем и пойдем пешком. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Я сейчас записываю не на привычную всем программу под названием ФРАПС. Я сейчас записываю на программу, которая была, ну, как бы не то, что в комплекте. Просто на новых видеокартах есть, вот, вы знаете, что я недавно приобрел новую видеокарту. И в этой видеокарте был встроен чип. Чип, позволяющий использовать программу от NVIDIA под названием ShadowPlay. Это ShadowPlay программа тоже записывает, но без потери FPS. То есть, в новых версиях видеокарты от NVIDIA, там, начиная с NVIDIA 650, по-моему, GTX 650, это видеокарта, ну, то есть, это чип, он записывает. Записывает без потери FPS. Но, как я заметил в, ну, в пробных видео, когда записывал, он немного, как бы, делает не то, что нереалистичный мой голос, он делает его, как бы, немножко таким программным. Вы можете слышать, наверное, что он какой-то то ли грубый, то ли такой, как будто, программно сжатый, или что-то типа того. В общем, неестественный голос, можно даже так сказать. Вот, поэтому, если вы хотите больше Arma 3, то, конечно, я буду записывать только на эту программу, потому что с FRAPS просто Unreal будет записывать. Сейчас я играю на ультра настройках, но если я, блин, включу FRAPS, это будет просто полный пипец. Это будет просто полная потеря FPS, это... Нет, это даже об этом, наверное, разговаривать с вами не стоит. Вон камни. Я думаю, я думаю, эта пещера где-то там. Все-таки, я думаю, надо идти по побережью, потому что... Ой-ой-ой, аккуратненько. Потому что... Мало ли, вдруг кто-нибудь в лесах засел, или еще где-нибудь. И здесь вот по побережью уже надо начать искать. Так. Мы сейчас находимся вот здесь. Все правильно. Если мы пойдем сюда, вот как раз здесь скалы, и вот где-то вот, мне кажется, вот здесь она находится. Посмотрите, как все красиво. Я просто, просто в восторге. Я уже неделю, я говорил вам, что я неделю не вылазиваю из этой игры, из Армы 3. Я просто воюю, я бегаю по картам, я просто осматриваю все вокруг. Это просто супер. Это просто очень-очень супер, ребят. Так, еще здесь подводный мир проработан. Это вообще очень тоже круто. Чертовы блики от солнца. Так, ну вот где-нибудь здесь, наверное, сейчас надо побегать и посмотрим, найдем ли мы что-нибудь или нет с вами. Вообще очень хорошо, что разработчики придумывают какие-то истории в этой игре. Так, дальше туда не пройти, да, значит? Придумывают какие-то интересные истории, что вот тут пещера, там сокровища, пираты. Это все очень-очень добавляет интереса к игре. Помимо того, что здесь воюешь, помимо этого, можно еще и просто даже попутешествовать по этой карте и посмотреть на все эти красоты, которые здесь красуются, черт возьми. Посмотрите туда. Ну разве это не прекрасно? Я понимаю, что это всего лишь игра, и я как-то, наверное, все это прям принимаю близко к сердцу. Так. Нет. Еще знаю, что эта пещера вроде как подводная, так что... Давайте посмотрим как раз. Не будем надолго под водой задерживаться, потому что... Потому что дыхания у нас, я думаю, не знаю, хватит, не хватит. Здесь очень много всего интересного, очень. Я просто уверен, что здесь море пасхалок. Так, что-то вот здесь вот какое-то ущелье. Давайте туда сплаваем, посмотрим, что здесь. Так. Нет, ну тут даже не пролазит. Окей, окей, давайте, давайте поднимаемся. Без кипиша, без кипиша. Все хорошо. Идемте дальше. Там что-то типа какого-то рыба... Рыбацкой лачуги, рыбацкого домика. Опаньки. Рыбка прыгает, нифига себе. Это клево. Это клево. Посмотрите, какие скалы. Я уверен, что... Я уверен, что она где-то здесь, под водой. Эта пещера. Давайте, давайте прям... Близко к этим скалам подплывем сейчас, и будем искать вот где-то здесь. Даже звуки, послушайте звуки. Как он плывет, наш персонаж. Сейчас от первого лица можно сделать так, чтобы... Осматривать большее расстояние. Но все-таки под водой, наверное, лучше так. Опаньки, что это такое? Это что у нас здесь такое? Нет, ничего особенного. Просто текстура. Я не знаю, насколько наш персонаж сможет задерживать дыхание, но все равно не будем злоупотреблять этим. Так. Там вот какая-то... Внизу, посмотрите, какое-то ущелье. Попробуем нырнуть туда. Так, сейчас мы где находимся? Посмотрим. Сейчас мы находимся... Вот тут. Плывем. Вот. По-моему, вот это. По-моему, я ее нашел. Давайте, ребят, знаете, что сделаем? Давайте сейчас задержим дыхание, и... Наберем воздух и поплывем туда, короче говоря. Итак. Да, точно, вот она пещерка, ребят. Вот она пещерка, офигеть. Ну-ка, что там будет? А представьте, там реально будут сейчас сокровища какие-нибудь, или типа того. Это же просто очень клево. Офигеть, дуло нашего автомата. Так, все, нужно уже выплывать. Нужно выплывать хотя бы... Если это даже не конец, хотя бы набрать просто воздуха здесь. Фух. Фух. Так. Идем. Идемте дальше. Опаньки. Ха. Прикольно, смотри. Опа. Опаньки. Дружище, ты тут откуда? Ну, это, видимо, пираты, которые здесь сокровища зарыли, или типа того. Офигеть. Так, а что больше... Посмотрите. Ух ты. Только что, блин, кости было видно прям в экране. Ну-ка, что дальше есть? Что еще есть тут? Давайте все тут оббегаем, посмотрим. Даже под воду сейчас еще раз залезем. Нет, все, больше никуда эта пещера не ведет. Увы. Да. Я думал, будет, конечно, немного покруче пещера. Но и так... Ух ты. И так очень круто. Стоп-стоп, ребят, вы видите? Куда выйти можно, черт возьми? Ну-ка. Или это как раз-таки вход в ту пещеру? Или типа того? Ну-ка, здесь мы куда выйдем? Отсюда. Нет, отсюда мы никуда не вылезем. Убежали сюда. Тут прям видно, что это как бы дорога, и что она как бы протоптана, и... Что тут кто-то ходил когда-то. Возможно, даже какие-нибудь корабли пиратские сюда пришвартовывались и... Вытаскивали сокровища и прятали в эту пещеру. Но, увы, сейчас никаких сокровищ в этой пещере нету. Ну, или я их, по крайней мере, там не увидел. Ничего, кроме скелета, в принципе, я там не увидел. А так, конечно, все красиво, и респект разработчикам снова. Спасибо за то, что они придумывают такие вот истории, разбавляют вот этот вот... Вот эту вот, блин... Вот эту войну, которая тут творится. Это просто супер. Сейчас я нахожусь на серваке, на котором люди воюют, на котором 80 человек. И вот именно на таком серваке я вам решил показать... Эту пещерку. В общем, если вам понравилось... В принципе, наверное, все на этом. Вау, там стреляют, наверное. Давайте немного зайдем сюда. Назад, то есть... А, назад он не хочет идти. Ну, ладно. В принципе, здесь нас никто не попадет. В общем, ребят, если вам понравилось, то, конечно, комментируйте, ставьте лайки. Зовите своих друзей. И еще хочу вам сказать, что если вы захотите, я могу продолжить искать всякие разные пасхалки в армии третьей. Ну, то есть не пасхалки, а секреты. Секретные места, какие-то очень красивые места. Вот. И показывать их вам. В общем, наверное, на этом все. С вами был Том. И до следующих видео.